Может, вы пока начнете просто что-то о компании? Водную, так сказать. Да, давайте я пока что начну. Значит, у нас здесь на слайде должно было быть написано, что я уже 6,5 лет работаю в своей организации и, в общем, планирую продолжать еще хотя бы пару-тройку лет. Вот, мы небольшая компания, у нас, в общем-то, два офиса по 30 человек, но это не значит, что там мы найдем одного и закончим. То есть, за прошлый год мы взяли 10 человек, мы потихонечку развиваемся и, собственно, вот сейчас я немножко расскажу. Значит, чем вообще мы занимаемся? Есть департамент культуры, у него есть там 4 ступорезных учреждений. То есть, там, Блингхом, Парк Зарядье, Парк Горького, Манеж. Все из вас там так иначе будет. Соответственно, всем им требуется проводить всякие игрушки, бесплатные или платные выставки. Нам нужны деньги. Соответственно, наша компания, она занимается тем, чтобы эти деньги люди, эти компании получили, и, соответственно, знали всю отчетность, потому что отчетных очень много. Соответственно, и, собственно, тут, да, тут, значит, должен быть слайд такой, что написано «Наша миссия». Первая миссия, чтобы они получили деньги. Вторая, чтобы они не устали сдавать отчетность, и чтобы департамент знал, что вообще происходит в учреждениях, потому что очень часто какой-то информации нет. Там что-то они сдают в аренду, что-то они там проводят, и все больше и больше отчетности становится, и мы работаем над тем, чтобы учреждения этого не замечали. Поэтому наша функция маленькая, но очень важная. Доносить культуру, вдохновение до каждого жителя Москвы – это не про нас. Это там Александр Градский, вот мы ему помогаем, Олег Меньшиков. Ну вот они донесли, там Сергей Шнуров, он не наш, но мы его тоже поддерживаем. Это вот, который я задумал. Значит, что конкретно, чем конкретно мы занимаемся? Три основных направления работы – сбор и анализ информации. То есть, что здесь важно? Важно здесь изучать матчасть. То есть, грубо говоря, если там нам пришло два отчета, в одном из них написано, что там парк-усадьба Трубецких, там площадь имеет 5000. А второй пришел парк-усадьба Трубецких, он имеет площадь 50. Вот надо внимательно посмотреть, подумать и понять, что парк-усадьба Трубецких вообще в Москве самый большой. А парк-усадьба Трубецких – это такая небольшая красивая стулька. И чтобы не потерять сутки, просто сказать, что, ребят, у вас что-то там не так. Если мы внимательно погуглим, так сказать, или вспомним просто, то окажется, что 50 – это гектара, а 5000 – это квадратных метров. Вот, соответственно, задача не потерять сутки на том, что просто сказать, неправильно ощущение, что нет, правильно. А им сказать, что же у них на самом деле не так, что им надо исправить, и, соответственно, вот. Что касается консультирования, то очень часто у наших впечатлений меняются директора. Или там сотрудники. И мы должны, они приходят и говорят, слушайте, мы ничего не знаем, вот старый сотрудник ничего нам не оставит. Пожалуйста, помогите хоть чем-нибудь. И вот наша миссия, так сказать, состоит в том, чтобы действительно им помочь, чтобы вот эта вот преемственность не перебалась. И, собственно, ну это на самом деле довольно во многом рутинная работа. Но чем больше вы в нее вникаете, тем больше у вас возможности как-то улучшить. Опять же, еще одна часть, что мы разрабатывали, сделали специальную систему. Соответственно, у вас есть программисты. Я сейчас немножко скажу как раз о вакансиях, что конкретно нам нужно. И аналитики пишут технические задания программиста. Соответственно, программисты их реализовывают, и это такая часть творчества. Значит, пару слов о наших преимуществах. Во-первых, мы берем сотрудников без опыта работы. Аналитики. Ну, во всяком случае аналитики. Программистов на самом деле тоже мы рассматриваем без опыта работы, но, в общем, немножко походить бы в свою жизнь не надо. Значит, а можно, пожалуйста, на какой слайд писти больше? Так, четвертый, пятый. Не-не-не, вот этот. Да, то есть, в принципе, нашего матчаства все равно не знаете. Поэтому мы вам ее расскажем. Соответственно, навыки нужны не слишком большие. То есть вы более-менее должны уметь работать в Excel. У нас есть сотрудник, и мой черный пояс в Excel. Честно, вот я смотрю, у нас все нормально работают в Excel, а у него прям черный пояс. Если вы заморочитесь дополнительно, он вас научит. Но, в принципе, если вы знаете ВПР, если вы знаете сводные таблицы, это уже неплохо. Дополнительно неплохо иметь математику на уровне процентов, дробей, вот с этими вещами, чтобы если вы считаете НДС, то у вас должно получиться правильно. Потому что, к сожалению, многие соискаторы с этим не справляются. Вот, собственно, значит, кроме этого, да, у нас белая зарплата, которая начинается от 50 тысяч, и она периодически повышается. Связано это во многом с тем, что у нас прекрасное начальство, и зарплата начальства зависит от средней зарплаты работы. Поэтому, соответственно, она потихонечку повышается. Офис в центре Москвы, на самом деле, офисов два, один на чистых прудах, второй на фронте, но, скорее всего, когда вас возьмут, вы будете работать на чистых прудах. Потому что поближе к начальству, и, так сказать, там красиво, хорошее место, недалеко от метро. Соответственно, больше половины сотрудников я знаю уже очень давно, они работают в 5 или более лет, я тоже работаю в 5 или более лет. Вот, перерабатываем мы при этом редко. То есть, ну, у меня был, конечно, случай однажды за 6,5 лет, когда до часа ночи пришлось посидеть. Но, в целом, обычно в 7 вечера живут, если никого нет. Вот. И, конечно, очень часто тоже люди приходят и говорят, слушайте, а мне вообще научат? Научат. То есть, в какой-то момент вы уже и сами, так сказать, дорастете до того, чтобы кого-то учить. Ну, поначалу обязательно, конечно, вас будут учить. То есть, просто так в море не бросят и... Хорошо. Да, давайте следующий слайд. Значит, мы начинаем с аналитиков. Вот я здесь перечислил, что нужно, да, ничего особенного. Соответственно, часть работы рутинная, часть работы более творческая. Да, довольно важный пункт, что нужна некоторая грамотность. Все-таки совсем без грамотных людей, которые там из чего пишут, через еще, но мы их, наверное, не берем. Вот. Соответственно, это вот первая из наших ваказий. Следующая, простите, не на следующий слайд. Следующая это программист. Значит, здесь я уже сказал, что в принципе, если у человека есть опыт разработки, но еще нет опыта серьезной работы, вот если курсы специалиста, это PHP уровень 3, это MySQL и JavaScript уровень 2. Вот 6 получается таких курсов. Ну, соответственно, есть первый, второй, третий уровень. А 6 таких курсов, когда вы проходите, если вы действительно знаете это на соответствующем уровне, то в целом уже можно к нам приходить. Вот. Если вы еще не знаете, вы можете пройти эти курсы и попытать у нас счастье. Значит, соответственно, мы разрабатываем поддержку, поддерживаем ядро и создаем новые модули. И у нас 6 человек уже программистов, мы растем. Ну, соответственно, обратите внимание, да, то есть коллеги из консультанта, им нужен C++ и C-шар. У нас PHP, и это, соответственно, немножко разные разработчики. Вот. И следующий слайд, пожалуйста. Вот. И, соответственно, последний, кого мы ищем, он один. То есть аналитиков мы ищем много, и программистов мы ищем много. Если, так скажем, у вас есть какие-то знакомые, кому это интересно, то вы тоже можете распространить им эти вакансии. А в конце будет финальный слайд, можно как-то удобно сфотографировать, там кратко все это будет сформулировано. Кость, филолога мы ищем одного, но, значит, джедая, у него должна быть великолепная грамотность, он должен уметь написать любое письмо, как поздравление, как что-то жутко канцелярское. У нас есть один филолог, но просто нам не хватает одного, нам нужны два. Поэтому, вот, если среди вас кто-то такой есть, то мы будем очень рады. Вот. И я скажу некоторое количество слов про то, какие навыки. Вроде бы на аналитика мы берем практически без навыков. Но есть такие вещи, которые очень многие из искателей почему-то не понимают. Нам кажутся они очевидными, но мы о них расскажем. Следующий слайд. Значит, первый навык – это понимать задачу и не упрощать ее по возможности. То есть перед вами задачка, что xxx плюс xx равно 1056. Все числины различные, чему равны xxx и xxx. И соискатель пишет ответ 971 плюс 85. И, наверное, мы имели в виду, что не только x цифры различные, но и вот с этим, они тоже не совпадают. Это, во-первых, раз. А во-вторых, если даже в правильном варианте, если бы он правильно написал, то можно заметить, что здесь ни один ответ, здесь на самом деле с перестановкой чисел 4 ответа. И поэтому, то есть он и не понял, и упростил. И вот стараться необходимо, то есть это некоторый нарабатываемый навык, в том числе и на собеседовании, кстати говоря, тоже, чтобы вот такие вещи замечать, ну и просто честно делать задачу. То есть довольно многое – это внимательность, аккуратность и работа работать. Давайте, следующий слайд. Значит, вот длинная задача, специально даже в тексте читаю, просто много цифр. В расчете, значит, необходимо указать, сколько тысяч рублей получено с одним знаком после запятой. Если плюс-минус посмотреть на цифры, то понятно будет, что ответство 94, запятая 2. Но человек пока решал, 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 один знак после запятой он прочитал, а тысячу уже забыл. Вот тоже очень важно, чем, скажем так, чем более вы внимательны, тем более вы нам нужны. Давайте следующий слайд. Вот. И еще один тоже, уже немножко, на самом деле, более даже продвинутый навык, чем те предыдущие, которые я рассказывал, да, это проверять решение качественными оценками, да, то есть у вас здесь перечислены какие-то средние зарплаты, какая средняя, вернее, зарплата вы имеете, какая средняя зарплата по учреждению. Вы получили цифру, давно ли вы видели такую среднюю зарплату, да, то есть на каком-то таком простом уровне, почему-то очень многие люди не проверяют, вот ответ получился, они бы не проверяют. То есть очевидно, что здесь должна быть цифра там порядка 110. Ну нет. Вот, давайте следующий слайд. Вот. Вот, еще более тривиальные советы по поведению на собеседованиях, да, и тоже очень многие приходят с похмелья, извините. Да, вы знаете, нет, вы знаете, приходят на аналитиков. Вот. Возьмите с собой документы, да, вот эти, ну, небольшой здесь список, или число, и еще обычно годовики хотят справку с работы, потому что им нужно начать вам больничный в случае чего. Вот, и, соответственно, там указаны какие-то цифры, да. Вообще сделайте себе чек-лист, да, чего нужно с одной стороны нам, ну, вернее, не нам конкретно, да, а тем, кому вы приходите. И чего нужно вам? Потому что там, там, график работы, может быть, вам нужно там с 11 до 20, или как-то там, да. То есть у нас, например, с 10 до 7 можно, а с 11 до 8 уже просто никого больше нет. Нужно ли ходить? У нас, например, обязательно один раз в год в середине апреля мы ходим на субботник. Это увлекательное занятие, на 2 часа потом вкусно кормят, но вот честно, каждый год туда ходят. Да, вот я сейчас честно признаюсь. Поэтому, то есть если это вам категорически не подходит, то, ну, да, да. Или там есть люди, которые там еще там на собеседовании говорят, а вот у моей любовницы, правда, мы не хотим знать про любовницу, мы работаем, да. То есть вот немножко, то есть очень какие-то простые вещи, да, какая-то доброжелательность. У нас иногда у нас собеседование проходит, некоторое время они занимают, ну, иногда 3-4 часа. В зависимости от, скажем так, обычно у кого стянулось на 6 часов, тот просто уже не соображает на самом деле, но он какое-то время это занимает. Поэтому будьте доброжелательны, будьте терпелиновы, никто вас съесть не хочет. Вот. Иногда вы просто не подходите к компании, хотя бы прекрасный специалист. Ну, вот с начальством характера не сошлись, да. Тоже вот какую-то такую вещь, наверное, важно сказать, да, что вот все у вас хорошо и знания у вас хорошие. Ну, вот просто вот не может человек с вами работать. Не расстраивайтесь в таких случаях, так просто бывает. Давайте следующий слайд, по-моему, уже последний. Про резюме. Очень часто люди пишут, что не знают. То есть программист мне один написал, я умею юнит-тесты. Я говорю, что, расскажи, я не умею юнит-тесты, мне очень интересно. Он говорит, ну, я тестировал один модуль. Ну, он не работает, и тесты не работают. А что тестировал, не помню. Ну, не надо такое, не надо. Или вот если вы пишете там, например, я грамотный, да, покажите какую-то фишку, да, то есть, ну, например, есть, кто знает, среди очень грамотных людей, такая штука, тотальный диктант. Иногда люди на него ходят. Вот, если вы даже здесь напишите, что у вас ты за тотальный диктант, поверьте мне, это очень высокий уровень. С таким уровнем мы берем на работу людей. Вот. И, соответственно, ну, просто люди это знают. То есть, вы сразу покажете, что вы в теме. Да, а просто люди пишут, я знаю Microsoft Excel. Ну, набирать цифры все умеют. Вот, если какая-то фишка, какую-то фишку вы узнаете, особенно можете показать, это вот, это прям круто. Вот. А то, что показывают, проверьте дома заранее, подтыкайте кнопочки, потому что вот, как каждое собеседование, ой, это не работает, вы извините, не работает. Вот. Вот. Что конкретно делали, с чем работали, пишите. Всегда очень интересно, я всегда спрашиваю то, что не знаю. Вот. Почти каждое собеседование, кто-то мне, что вот, если это не юнит-тест, про который он ничего не знает, то я лично обогащаюсь почти с каждого собеседования. Вот. Про хобби мы тут с начальством не сошлись на взглядах. Они сказали, что надо писать все. Я считаю, что надо писать те кому-то, которые могут помочь в работе, но это вы сами решили. Вот. Собственно, вот. Сейчас я посмотрю, нужно ли еще что-то сказать. Наверное, нет. Вот. Я готов ответить на ваши вопросы. Да. Вот как раз висит слайд, который можно сфотографировать. И здесь примерно вся информация о нас в одном месте. Заодно контакты Светланы. Вот. То есть у нас, в принципе, единый телефон и единая почта. То есть мы... И там... Мне можно набрать. То есть я в основном занимаюсь именно программистами. Ну и на Аморетиках я тоже смотрю, периодически прихожу к ним на собеседование. Ну вот. Светлана, соответственно, собеседует вообще всем. Вот. Поэтому и, в общем, опять же, ну, мне очень понравилась идея, опять же, коллеги из консультантов. Присылайте. Если у вас есть какие-то навыки, но вы пока не знаете, под какую вакансию вы можете, присылайте. Иногда у нас там юристы заканчиваются. Иногда еще что-то. Поэтому, в общем, мы вполне готовы состоять в диалоге. Вот. На этом пока все. Спасибо. Так, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Так, у у арбинаристов есть ли какие-нибудь вопросы? Нет. Спасибо большое, Али. Была очень интересная презентация. Далее я хочу пригласить Елену Юрьевну, руководителя отдела кадров в сети федеральных магазинов автозапчастей «Автопаскер». Начну с того, что я сама выпускница слушателей курсов Центра компьютерного обучения «Специалист». В 2015 году я обучалась у Светлышевой Ольги Юрьевны. Есть вебинаристы, кто обучался на кадровиков, бухгалтеров. Один-единственный, да? Ну, у нас есть две вебинаристов есть? Онлайн. А, в онлайне, да? И, в принципе, когда лично у меня возникла проблема с тем, что не можем найти грамотного специалиста в отдел кадров, естественно, я обратилась к Светлышевой Ольге Юрьевне. Она меня познакомила с девочками и мне предоставился шанс именно буквально в течение нескольких дней. Быстренько сделали и презентацию, и получила я приглашение, и вот стою теперь перед вами, рассказываю о своей компании. Чем занимается наша компания? Это розничная сеть. Дело в том, что специалисты центра обрабатывали программу. Компания на рынке уже давно. Сеть располагает магазинами по Москве, Московской области. Есть в Нижегородской области наши магазины, в Орловской. В общем, диапазон очень широк. На самом деле штат сотрудников не такой большой. На сегодняшний день это 380 человек. Для обслуживания кадрового делопроизводства, бухгалтерского учета нам нужны специалисты, такие как поддел кадров, специалист отдела кадров, бухгалтерию, ведущий бухгалтер, но это практически заместитель главного бухгалтера, и бухгалтер на участок кассы. Московский офис у нас находится метро Щелковская, Черницынский проезд, дом 3. Шаговая доступность от метро, есть свое кафе, и сотрудников там кормят, так сказать, подарок от фирмы. Я не зачитываю то, что есть, вы сами можете все это посмотреть. Специалист отдела кадров. Самая интересная ситуация с кадровиками. Первое, что я на собеседовании делаю, это беру в руки трудовую книжку кандидата. Потому что больше всего ошибок в трудовых книжках, как у странного кадровика. И хорошо, если кадровик знает об этих ошибках, а если он понятия не имеет, кто ему там раньше сделал ошибки. Мы тоже бываем заложниками, нас берут в какую-то компанию, кто-то нам что-то вписывает, а потом мы с ужасом видим эти записи. Знания бывают элементарных, не хватает, поэтому это действительно глобальная проблема. Поэтому я ищу человека с опытом работы и желательно прошедшего специальные курсы. Это требования к соискателю, условия работы. По поводу заработной платы. Стабильно выплачивается заработная плата. И я работаю в компании три года. Один раз у нас была только задержка на один день. В компании творилось что-то невероятное. Все были так возмущены. Менеджер по персоналу, по подбору персонала в данный момент нашли, мы уже успели найти. Вот ведущий бухгалтер. Тоже идет отбор. И берем человека уже работающего, которого не надо обучать. Нам нужны работающие кадры. Люди с опытом. Бухгалтер на участке ГАСа. Так, это все так. Ждем ваше резюме. Это почта. Наш корпоративный. Автопаскетшоп. Собака. Яндекс.ру Телефон указан. Мой корпоративный телефон. Чернакова Елена Юрьевна. Руководитель отдела кадров. Кроме всего прочего. В компании открыты и другие вакансии. Если есть среди вебиналистов люди из регионов или у них есть знакомые из регионов, кто ищет работу, то можно на нашем сайте посмотреть существующие вакансии и трудоустроить своего близкого, родного человека. Магазины у нас на сайте, если посмотрите, ну такова политика руководства. Висят абсолютно вакансии по всем имеющимся должностям. Бороться мы с этим не можем. Это касается вакансии по сотрудникам магазинов. То есть вот какие должности есть, они все вывешены. На самом деле ситуация такая, что надо уточнять, свободно ли место или нет. Если действительно это актуальная или не актуальная вакансия. Ну, скажем так, значит, по магазинам у нас управляющие магазинами, менеджеры в магазинах. Ну и дальше идут в принципе категория продавцы. Это менеджеры по иномаркам высокий статус. Это дальше идут просто продавцы-консультанты. Ну и соответственно, как любая розничная сеть, это администраторы и кассиры-продавцы. Не скажу, что у нас большая текучка для розницы. Потому что розничная сеть это все-таки сеть, где текучка очень сильная. У нас нет, у нас в принципе стабильные коллективы. И некоторые люди работают с 2002 года, когда была образована компания. Менялись названия компании. Люди оставались. Менялись только записи в их трудовой книжке. А люди оставались на месте. Не забудьте. Увидимся.